Итак, тема вебинара «Всероссийские проверочные работы по русскому языку в основной школе» и ОГЭ «Тематическая и структурная преемственность» проведет вебинар Наталья Аркадьевна Сенина, кандидат филологических наук, доцент, руководитель отдела русского языка и литературы нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня по завершении вебинара на нашем сайте. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, надеюсь, что вы будете активны сегодня и если у вас будут возникать вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Я желаю всем продуктивной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Наш модератор сказала, что рада вас всех видеть. Я тем более рада вас всех видеть, потому что давно не выходила на связь с вами. Я имею в виду связь вот такую непосредственную на вебинарах. Я надеюсь, что теперь интенсивность проведенных мной вебинаров несколько увеличится, так что я опять с вами. С вами я постоянно, потому что книги мы готовим, пишем. Сейчас идет интенсивная подготовка к следующему учебному году, мы пишем варианты ГИА, поэтому мы, Легион, всегда с вами. Несколько месяцев назад я задумала тему, которая должна была охватывать все ступени школы от начальной до средней. И первый вебинар на эту тему о преемственности и тематическом и структурном сходстве и преемственности мы провели, провела Любовь Николаевна Потураева по начальной школе. Конечно, она сосредоточилась в основном на русском языке и были пожелания учителей, которые смотрели вебинар, провести аналогичный по математике. Любовь Николаевна рассмотрела преемственность между ВПР в четвертом классе, выпускном для начальной школы, и ВПР основной школы. Сегодня мы побеседуем с вами о преемственности такой же тематической и структурной ВПР основной школы 5, 6, 7, 8 классы и ОГЭ. И, конечно, заключительным уже этапом будет преемственность ОГЭ и ЕГЭ. Почему эта тема возникла? Ну, во-первых, потому что практически на носу ВПР у всех в России. ВПР начинаются с проведения с 15 марта, вы знаете там диапазон большой, да, проведения, и заканчиваются 20 мая. 20 мая. Поэтому совсем не за горами. За это время надо успеть хотя бы вспомнить с детьми, естественно, не вам, конечно, классом, вспомнить, что такое ВПР. Обратить внимание на формат самих работ. К счастью, он стабилен. И мы вот сейчас тоже на гриф Фиока сдали 4 класс, чтобы получить гриф Фиока. Варианты претерпевают незначительные изменения. Можно даже сказать, что совсем не претерпевают. Это нас радует, потому что мы уже приобрели определенную методику подготовки, естественно. Мы в издательстве приобрели уже опыт написания книг, о которых сегодня будет идти речь тоже, конечно, по поводу их содержания относительно нашей темы, а не общего рассказа. Поэтому стабильность формата – это всегда хорошо. Учителей это радует. Поэтому, конечно, мы обратимся сегодня и к заданиям ВПР. Но это не самая главная цель, которую я ставила на вот своем сегодняшнем вебинаре и перед Любовью Николаевной. С начальной школой совсем все понятно. Очень часто, к сожалению, учителя, которые работают в начальной школе и выпускают четвероклассников в свободное плавание, в большую жизнь, в пятый класс, и готовя их или не готовя к написанию ВПР, очень часто как-то забывают о том, что в пятом классе будет продолжаться проведение ВПР. В пятом классе будут продолжаться все основные предметы – и русский, и математика, и окружающий мир в ином варианте, конечно, на других предметах. И вот этот замкнутый мирок начальной школы как-то немножко создает замкнутость, определенную и в подготовке детей. Поэтому такая тема и была – преемственность между начальной школой и ВПР в основной школе. И вот здесь очень уместно вспомнить пословицу или фразеологизм, как его называют, «не видеть леса за деревьями». В данном случае у нас лес – это глобальные наши итоговые аттестации ОГЭ и ЕГЭ. Для нас они серьезны, для нас они глобальны, равно как и для детей. И особенно, конечно, ЕГЭ. С этим все понятно. ЕГЭ проверяем не мы. По результатам ЕГЭ происходит поступление в ВУЗы. Это очень серьезное испытание для детей. А что же касается ВПР и что касается ОГЭ, то здесь все несколько проще рассматривается учителями. Однако все-таки деревья здесь – это, конечно, ВПР. Да, лес состоит из деревьев, но надо и за этими конкретными деревьями, ВПР в пятом, шестом, седьмом и восьмом классах, увидеть все-таки лес. С точки зрения логики, с точки зрения мышления, лес – это понятие такое обобщающее, да? Деревья – это частные понятия. Вот мы сегодня и проследим с вами. А я уже об этом, кстати, говорила когда-то на одном из вебинаров, посвященных ВПР. И вы сегодня увидите эту таблицу, которую я вам предлагала, и вертикально, и горизонтально построенные сравнения заданий ВПР по различным классам. Так вот, вы сегодня увидите, что все эти частности, эти ВПР по классам, они все приводят нас к первой ступени государственной итоговой аттестации, КОГЭ. И вы наглядно это увидите и по тематическому расслоению, да, структуре по тематической, и по структурному подходу. То есть построены они так, что иногда даже повторяют формулировки заданий, которые встречаются в ВПР. Вот поэтому моя цель сегодня – показать вам, что есть лес, это ОГЭ, в частности, сегодня мы будем говорить в основном о нем. И есть лес – это совсем огромный лес, это тайга целая, есть ЕГЭ. Ну, о сравнении преемственности между ОГЭ и ЕГЭ речь пойдет, конечно, в основном не сегодня. Но и сегодня вы сможете увидеть, как задания, представленные в ВПР, один к одному, практически в неизменном виде, выходят на ЕГЭ. То есть есть типы заданий, которые потом обобщаются, есть типы заданий, которые в неизменном виде прослеживаются такой сквозной линией от ВПР к ОГЭ и далее к ЕГЭ. И все это нам нужно увидеть. То есть немножко абстрагироваться от конкретного пятого класса, шестого, восьмого класса ВПР и увидеть за всем этим вот некое такое обобщающее ядро по русскому языку. Это очень важно. Поэтому и цель наша сегодня – увидеть лес за конкретными деревьями ВПР. Кроме того, нельзя не обратиться к очень актуальной, модной, современной теме, о которой говорят очень многие, и лекторы, и издательства тоже, к функциональной грамотности. Конечно, применительно к русскому языку функциональная грамотность предстает в нашем, во всяком случае, разделе и предмете в виде читательской грамотности или, как ее еще иногда называют, читательской компетенцией. И вы прекрасно знаете, лучше всех других учителя это понимают словесники, что читательская грамотность – это основа и залог успешного выполнения любой работы по русскому языку от ВПР до ЕГЭ. Мы наблюдаем сплошь и рядом, и вы прекрасно это видите и осознаете, рост процента учащихся, которые не могут справиться с содержанием текста. Конечно, это все наглядно очень видно на ЕГЭ, хотя если посмотреть девятый класс и посмотреть сочинения, которые пишут дети на ОГЭ, а ОГЭ у нас по-русскому обязателен, то мы увидим там совсем печальную картину. Но мы помним, что после девятого класса в профессиональное образование очень многие уходят учащиеся, поэтому эту ужасающую картину, наверное, в таком масштабе на ЕГЭ мы не наблюдаем. И тем не менее, все это происходит от того, от неумения, полного неумения понять текст, извлечь из него информацию, интерпретировать как-то, я уж не говорю об интеграции, это одна из, в общем-то, такая основная ступень мыслительных операций и в школе тоже. Ну и в конце концов оценить и критически осмыслить текст. Оценить и критически осмыслить, да по сути я все сейчас назвала вам этапы читательской грамотности, ступени читательской грамотности. Это все то, что лежит в основе сочинения на ЕГЭ. И в принципе должно, конечно, лежать в основе сочинения на ОГЭ. Но, повторяю, печальные картинки в девятом классе мы наблюдаем, весьма печальные. Вы наблюдаете тоже, потому что комиссии, которые проверяют сочинения вообще по ОГЭ, это комиссии, которые создаются на местах. Поэтому преемственность здесь очень важна. И мы рассмотрим ее и по горизонтали, и по вертикали. Рассмотрим сквозные темы и рассмотрим преемственность даже структурную. Коллеги, сразу хочу обратить ваше внимание, потому что, я думаю, в чате пойдет большой ряд вопросов о формальной стороне ВПР. Поэтому сразу отвечаю. Поскольку ВПР проверяете вы, комиссии, созданной из учителей, то вы, конечно, вправе принимать решение, я полагаю. Возможно ли сокращать, вот были уже несколько вопросов, сокращать слова при выполнении разборов слов и предложений? Конечно, возможно. Посмотрите на критерии оценивания и образцы, которые Фиолка выставляет для каждого класса ВПР. Там везде сокращение. Почему ребенок? Ну, то, что ребенок полностью напишет слово предложение или синтаксически, пойдет только на пользу ребенку. Я здесь согласна с вами. Но сокращать вполне возможно. Кроме того, вот был еще один вопрос, связанный тоже, по сути, с оформлением. Но я больше буду сегодня говорить о содержании, чем о форме. Мы оцениваем работы по предложенным ключам? Да, естественно, вам дают ответы. Задания, связанные с выписыванием ключевых слов, не всегда укладываются в рамки данного ключа, хотя учителя понимают, что в некоторых случаях правы дети в своем ответе. Как быть при оценивании? Я думаю, что, проверяя работу, вы всегда в комиссии можете договориться о том, что засчитывать, а что нет. Мы ведь при проверке сочинений на ЕГЭ тоже получаем шпаргалки, где перечислены проблемы основные и позиция автора. Примерный круг проблем написано. Этот примерный круг проблем очень часто в комиссиях расширяется, потому что не все проблемы можно было отметить. В конце концов, дети находят такие, да, конечно, они, может быть, и не самые основные, и не на поверхности лежат, но они находят такие, которые в этом списке отсутствуют. Почему бы и нет? Поэтому вот такие вопросы, касающиеся оформления, я думаю, решаются на местах, особенно если речь идет о ВПР. Не такая уж это серьезная и ответственная проверка, как, например, проверка ЕГЭ-сочинения. Итак, мы сегодня, будьте любезны, нам презентацию. Итак, сегодня мы поговорим о том, как ВПР связаны с ОГЭ, связаны непосредственно. Мы уже условились с вами, возьмем такой образ, как лес и деревья, что вот эти все ВПР, которые вы видите здесь на слайде нашего издательства, это все деревья. Вот они в таком большом формате представлены, практически все они получали гриф Фиока, если мы сейчас переиздаем и тоже подаем на гриф, то его получаем. Вот вы можете с этими книгами ознакомиться. Эти книги содержат по 10 тренировочных вариантов, написанных в полном соответствии с моделью, предложенной Фиока. Со значком Фиока это предыдущее издание, я не захватила его, потому что это уже стереотипные издания, но каждый раз для того, чтобы они совершенно стереотипные, то есть сделаны по модели тех, которые получали гриф Фиока. Сверху было написано, каждый раз получение грифа, конечно, это какие-то замечания, касающиеся и содержания, и оформления, незначительные, надо сказать, замечания, но это каждый раз и деньги. Поэтому вот сначала мы грифы получили для всех изданий, а теперь делаем стереотипные издания, в некотором случае переработанные, в некотором дополненные. Кроме того, хочу обратить ваше внимание еще на тематический тренинг в восьмом классе книжечку и на книжечки ВПР, которые выходят под фамилией Сенина. В основном же здесь везде стоит под редакцией Сениной, а есть книжечки с 10-15 вариантами, повторяем и тренируемся, серия такая. Она отличается от этих книг тем, что там, кроме вариантов и системы оценивания и ответов, мы их помещаем на скрепке в середину, чтобы вам было удобнее изымать эти ответы. Так вот, там есть вариант с комментариями. Мне кажется, для учителя это очень ценная вещь, мы включаем такие варианты и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Там есть справочный материал, такой немаленький, который позволяет детям успешно готовиться, в том числе и самостоятельно. Ну и обращаю ваше внимание, что мы с прошлого года, кажется, разбили наш карманный справочник, то, что называют дети шпаргалки, на три. Это подготовка к ВПР, пятый, восьмой, это подготовка к ОГЭ. Следующий слайдик вы увидите, девятый класс, тоже карманчик маленький, и подготовка к ЕГЭ. Вот три таких карманных справочника. Ну и представлю вам, если вы еще не знакомы с нашей серией, подготовка к ОГЭ, серия подготовка 22 года, написанная по модели, хотя она не менялась, и с новыми вариантами, 30 тренировочных вариантов по модели 22 года. Ну, это для ознакомления, а сейчас перейдем уже непосредственно к тем вопросам, которые бы я хотела с вами рассмотреть. Ну, тематический тренинг вам знаком хорошо, вы, очевидно, с него и начинаете. Подготовка у нас есть и для ОГЭ, и для ЕГЭ. Тренинг, позволяющий отработать каждый вид задания на многих вариантах. А 30 тренировочных вариантов здесь уже представлены связанные тексты и анализ методические рекомендации по поводу того, как выполнять каждое задание. Итак, когда мы говорим о ВПР, мы всегда помним, что назначение проверочных работ всероссийских – именно оценить уровень подготовки детей. Сейчас мы говорим о пятом, шестом, седьмом и восьмом классах в соответствии с требованиями в ГОС. Что позволяет определить ВПР, то есть написание КИМ, контрольно-измерительного материала, самой работы, позволяет диагностировать предметные и метапредметные результаты, которых достиг ребенок, обучаясь в школе. Все мы прекрасно знаем, как тяжело дается нам и этот год, и как он тяжело дался в прошлый учебный год с дистанционным обучением. Но тем не менее, работы никто не отменял, их проведение равно как и ОГЭ. И вот с 15 марта эти работы все мы будем писать в разных школах в разное время. Поэтому предметные связаны, естественно, с компетенциями предметными, а метапредметные связаны уже с компетенциями надпредметными. И я бы, по сути, половину предметных компетенций, связанных с русским языком, отнесла и к метапредметным тоже. Вы сейчас еще раз увидите, почему. Так вот, ВПР также позволяет проверить, как мы за год сформировали у учащихся следующие умения. Умение искать и извлекать информацию. ВПР построены единообразно. Структура у них практически одинакова, различное количество заданий. Есть текст 1 и есть текст 2. Так вот, как извлечь информацию из этих текстов, особенно из текста 2? Текст 1 дается для списывания, это орфография и пунктуация, и разборы, все виды разборов. А вот текст 2, конечно, уже работа, которая приближается к работе с текстом на ОГЭ, ну и далее на ЕГЭ. Конечно, тексты примитивные, конечно, тексты отвечают уровню психолого-педагогическому возрастному, это естественно. Мы стараемся подбирать тексты интересные, чтобы они заинтересовали ребенка. Вы знаете, как сложно заставить ребенка современного прочитать страницу текста. Поэтому поиск, извлечение информации, осмысление текста – это самое главное, это то, что лежит в основе, собственно, читательской грамотности. Конечно, это интерпретация, это интегрирование и преобразование. Вот эти умения очень важны, особенно про средние классы я не говорю, основные школы, особенно в девятом классе, очень важны. Ребенок прочитал текст, он должен переработать эту информацию, он должен осмыслить этот текст, а потом уже извлекать информацию по заданиям, которые идут после текста. Но вы знаете, в девятом классе это непосредственно шестое задание, какие противоречат или соответствуют высказыванию, содержанию текста. Но ребенок-то ведь должен как-то интерпретировать текст, как-то его объяснить самому себе. И мало того, он должен обобщить. А вот здесь мы переходим на ступень логического мышления, которая порой оказывается для выпускников девятых классов совершенно ступенью, на которую они подняться не могут. Вот интегрировать, объединить, обобщить, осмыслить – всё. Это тот шаг, который они, к сожалению, многие не делают. Кстати, хочу вспомнить о перспективной модели ЕГЭ, которая в прошлом году так промелькнула. Но её не утвердили, как вы помните. Коснулись изменения первого задания и второго. Наша книга по ЕГЭ как раз всё это отразила. Но вы помните, коллеги, что там было такое загадочное 22-е задание, которое исчезло в конечном варианте из проекта и из утвержденного образца. Вот это 22-е задание и было направлено на установление между предложениями микротекстов, а их там пять было, различных логических отношений, смысловых отношений. Вот это та вершина, к которой мы должны стремиться со своими детьми к 11-му классу. Где эта вершина вообще, подножье этой вершины? Естественно, ВПР. Естественно, ВПР. Пусть в примитивном виде, например, в пятом-шестом классах, уже в более сложном виде, в восьмом классе, но это всё есть ВПР. Поэтому вот эти умения, это как раз и есть, по сути, основа читательской грамотности. О читательской грамотности, читательской компетенции мы с вами ещё будем говорить, и не раз повторяю, это составная часть функциональной грамотности, это очень сейчас актуально, и по исследованиям международным виза, к которым мы стремимся, и максимально вот функциональная грамотность, она оттуда-то, ноги растут, оттуда идёт, и мы будем всё ближе и ближе подходить к видам заданий, которые предлагаются нам как раз при проведении программы ПИЗа. Итак, назначение ВПР всем понятно. Планируемые результаты. Вот перед вами два слайда, пятый, шестой, седьмой, следующий, восьмой, девятый. Девятый – это уже, естественно, не ВПР по русскому языку, там нет, а ОГЭ. Но я бы сказала, что здесь примитивно разбили в основном педагоги-методисты, и я вслед за ними, примитивно разбили, потому что то, что в пятом классе здесь записано, планируемые результаты, уровень узнавания и понимания, ну, конечно, не в таком примитивном виде, как в пятом или, например, в четвёртом, но всё равно умение находить, извлекать информацию из различных текстов, текстов различных жанров, стилей, это то, что будет основой и в шестом, и в седьмом, и в восьмом. Но пятый – это начальная для основной школы ступень. Шестой класс – уровень понимания и применения. Немножко выше ступенька. То есть понять – поняли, но надо ещё и применить. Как применить? Ну, пока только в рамках предметных компетенций. Пока мы ещё не выходим за рамки предметных компетенций. То есть вот даётся текст, например, второй текст, и после текста идут задания в любом классе любого ВПР. Определите и запишите основную мысль текста. Это как раз-таки то, что идёт такой сквозной линией, горизонтальной по всем ВПР. Ну и дальше уже пошло. Запишите микротему. Об этом сейчас поговорим. И так далее, и так далее. То есть поняли и применили. Что должен уметь ребёнок? Применять извлечённую из текста информацию для решения разного рода, ну, я бы не сказала тут проблем, о задачах и заданиях, которые следуют за текстом. Мы говорим о предметном пока применении, предметной компетенции. В седьмой класс мы поднимаемся выше. Мы поднимаемся… Да, уровень понимания и применения никуда не делся. Только на базе этого понимания и применения уже надстраивается следующий уровень. Уровень анализа и синтеза. То есть ребёнок должен уметь анализировать, интегрировать информацию, само собой интерпретировать, да, полученную из текста. Вот если посмотреть на пятый, шестой и седьмой, то мы увидим классы вот на эту схемку, то мы увидим, что как раз-таки начинают появляться проблемы в седьмом классе. И не забываем о том, коллеги, что у нас впереди вполне возможно в двадцать третьем году на ЕГЭ появится то самое расчудесное двадцать второе задание, кажется, двадцать второе, где нам нужно было бы установить смысловые связи между предложениями. Вот мы и начинаем интегрировать и анализировать информацию. Идём выше, восьмой класс. Здесь уже появляется уровень оценки. Наверняка среди присутствующих сегодня почти полутора тысяч слушателей на нашем вебинаре есть и эксперты, работающие с ЕГЭ, с проверкой сочинений. Вот посмотрите, пожалуйста, рефлексия, уровень оценки, которые уже в восьмом классе мы должны проверить по итогам восьмого класса и проверить должны, чем? Ким, ВПР пока ещё, потому что нет ОГЭ и нет ЕГЭ. Так вот, в рамках предметного содержания этот уровень оценки где представлен? Ну, это уже один из критериев оценивания сочинения на ЕГЭ. Вот где мы должны закладывать. Он есть в ВПР? Есть. Есть. И отражён в разных заданиях представлен. Что мы оцениваем? Ребёнок, мы должны оценить то, как ребёнок сам оценивает форму и содержание текста и пока в рамках предметного содержания. То есть вот русский язык. Дан текст. Вот восьмой класс. Открываю. Дан текст. Например, текст два я имею в виду, потому что текст один связан с орфографией, пунктуацией. Вот текст Овчинникова о Японии. И здесь уже появляется много очень заданий в восьмом классе, связанных как раз-таки, ну, здесь задания есть и лингвистические, и смысловые, связанные с этим текстом. Пока ещё в предметном содержании. Ну, наверное, выход на метапредметное содержание уже в восьмом классе, конечно, осуществляется. Во всяком случае, мы должны помочь ребёнку уже абстрагироваться, начинать уметь абстрагироваться от конкретного текста и привлекать полученные им на других предметах знания, умения, привлекать ту информацию, которую дети получили в жизни, в быту, не обязательно в школе, на других предметах, при изучении других предметов, потому что в девятом классе и особенно в одиннадцатом, если всё-таки мы рассмотрим с вами преемственности между ОГЭ и ЕГЭ, на следующем вебинаре, ну, не обязательно прям следующем за этим, то мы увидим, что как раз-таки на метапредметное содержание мы выходим именно в большой степени на ЕГЭ, в сочинении ЕГЭ. Там уже ребёнок не замыкается в конкретном тексте, он должен, давайте посмотрим, вернёмся к пятому классу, он должен не только прочитать, понять текст, он должен не только применить то, что он там понял, да, ну, написать конкретное сочинение, он должен текст проанализировать и в конце концов обобщить, он должен уже оценить, применить, и всё это не только в рамках конкретного текста, в рамках предметного содержания, предмета, русский язык непосредственно должен применить ещё и показать знания самого русского языка, его норм всех, сейчас мы о нормах немножко поговорим, но уже должен выйти на уровень оценки, рефлексии, то есть размышлять, что хотел вообще сказать автор и как я оцениваю авторскую позицию. Ну, другое дело, что мы прекрасно знаем, тексты даются такие, где не поспоришь, в основном с автором, но тем не менее мы выходим уже на метапредметное содержание в девятом классе. Как мы выходим? Ну, конечно, на уровень рефлексии, естественно, на уровень оценки, оценивать, как можно оценивать, каким образом можно оценивать, когда анализируешь, раскладываешь по полочкам, и потом уже обобщаешь. Вот такие, видите, сложные мыслительные операции кроются за таким простым понятием с нашей точки зрения, как ВПР. Вот за такими деревьями кроется такой красивый, большой и сложный лес. Поиск и извлечение информации. Здесь несколько слайдов, которые составлены из заданий, взятых из разных наших книг. Я их не буду озвучивать, вы можете посмотреть. Часто очень в ВПР, вы же знаете, да, особенно пятый класс, шестой, ставилась такая формулировка. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том-то, том-то, том-то? Так вот здесь, посмотрите, в таком вопросе скрывается много чего интересного. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что моряки, например, вот такую читаю сейчас, не прогоняют с корабля стаи перелётных птиц? Дан текст по Куприну, небольшой, совсем маленький текст, я имею в виду текст 2. Ребёнок должен его прочитать, пятый класс, понять, с этим не поспоришь. Естественно, извлечь информацию, связанную с чем? С кораблём, с моряками и с перелётными птицами. Соединить вот воедино, как раз-таки первый вопрос, который поступил сегодня или даже вчера, мне к сегодняшнему вебинару, выписывание ключевых слов. Вот эти три ключевых слова. Ребёнок должен найти эти ключевые слова. Кстати, работа с ключевыми словами, это ведь мы её недооцениваем. Это та работа, которая помощник учителя, помощник учителя для нахождения проблемы текста ЕГЭ, для нахождения основной мысли текста, идеи, скажем так, во всех ВПР и в девятом классе тоже. Это отдельная большая тема, но она наш помощник. Поэтому вот мы берём корабль, моряки, стаи перелётных птиц, мы должны найти информацию в тексте об этом, связать вместе все эти понятия и ответить на вопрос. Какой факт? Вот в тексте найти то место, в котором как раз и Куприн пишет, почему моряки не прогоняют с корабля стаи перелётных птиц. Вот вам, пожалуйста, и анализ, и синтез. И это пятый класс. Это примитивная ступенька работы с текстом, мыслительных операций, но тем не менее она есть. Или чем вызван интерес рассказчика Кедру? То есть даётся текст о Кедре в шестом классе, и нужно определить, то есть ставится, по сути, такая проблемная задача, ставится проблемный вопрос, ответ на который даст ребёнку или не даст один балл при выполнении ВПР. Очень интересный текст в седьмом классе был, по-моему, даже мой, Гранина, Даниила Гранина. И вот такой вопрос я поставила. Как вы думаете, рассказчик – это ребёнок, молодой мужчина или пожилой человек. Речь шла о детстве. Замечательный совершенно текст. Значит, нужно вот как раз ключевые слова выписать из текста. Прекрасное задание. Мне оно очень нравится в ВПР. Не менее трёх ключевых слов, которые подтверждают ответ. Но сначала ребёнок должен понять, проанализировать и дать ответ. Рассказчик. Какого возраста? Молодой? Старик? Или вообще рассказчик – это ребёнок от лица детей. Ведь тоже много текстов написано, да, писателями. А потом уже выбрать ключевые слова, которые подтверждают ваш ответ. Вот вы и спрашивали, а если ключевые слова, которые ребёнок выбрал, не вошли в систему ответов, присланных из ФИОКа? Как быть? Разумно поступать? Если с вашей точки зрения, с точки зрения взрослого, проверяющего учителя эти ключевые слова подходят, почему мы не должны их засчитывать? Естественно, должны. Вы же будете проверять в коллективе, поэтому я думаю, что вы сможете и выработать единую точку зрения. Интерпретация преобразования. Чем можно доказать? Не помню, на вкус товарища нет. Текст очень интересный. Стараемся подбирать, чтобы хоть какой-то интерес читательский вызвать у детей. О еде, о пище. Не буду воспроизводить все вопросы. Вы этот вариант можете также найти в наших книгах. Ну, посмотреть, как при помощи вопросов мы интерпретируем и преобразовываем текст. Собственно говоря, на что направлены эти вопросы. Оценка и критическое осмысление. Конечно, чем старше, тем больше мы должны оценивать, научить детей, оценивать и критически осмыслять. И, конечно, восьмой класс, особенно вот книжечка наша, тематический тренинг, я не принесла ее. Она, может быть, кому-то покажется очень сложной. Там весь материал по синтаксису представлен в нескольких вариантах. Каждая тема от словосочетания до предложения. Вот как раз здесь критическое осмысление уже вступает в полную силу, потому что именно после восьмого класса у нас идет ОГЭ, где рефлексия, размышления о прочитанном, критическое осмысление полностью ребенок должен продемонстрировать в сочинении. Наверное, частично и в изложении, но только в маленькой-маленькой его доле. А уж развернуться полностью должен и показать все свои приобретенные, сформированные компетенции, прежде всего, коммуникативную, в сочинении 9.1, 9.2 или 9.3. Ну, а вот я сейчас вам показываю табличку. Она заняла теперь уже две страницы. Раньше, когда не было восьмого класса, и дети, они же поэтапно начинали выпускать ВПР ФИОКа, да, и дети наши поэтапно шли. Вот в этой таблице вертикаль и горизонталь очень наглядно демонстрируют сквозные темы. Я даже постаралась разукрасить разными цветами, но цветов мне не хватило, поэтому здесь что-то, может быть, осталось и не раскрашено. Посмотрите, текст 1, он проходит вот сплошной линией, к сожалению, серый цвет ему достался, этой линии. Текст 1 – это орфография и пунктуация. Мы сейчас с вами очень коротко поговорим о трех основных предметных компетенциях языковая, ингвистическая и коммуникативная, и вы увидите, что как раз-таки текст 1 и все задания, связанные вот с этим текстом, перепишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки припинания, это как раз есть проверка сформированности языковой компетенции, то есть норм языковых. Орфография и пунктуация – это тоже языковые нормы. Так вот, с 5-го, с 4-го класса, в 4-м классе тоже такое задание, вот это задание проходит горизонтально по всем классам. Дальше вы видите разборы, они есть во всех классах, конечно, и в 5-м, и в 4-м были, и в 8-м. Как таковые виды разборов – это задания, которые проверяют сформированность лингвистической компетенции, а лингвистическая компетенция – это знание предмета русский язык, он у нас пока еще есть, и мы чему-то учим, не только писать, не только говорить, но еще и какие-то лингвистические знания даем детям. Вот как раз все разборы – это и демонстрация сформированности лингвистической компетенции. Ударение. Ну, понятно, что эти задания прыгают. Задание третье ударение было в 5-м классе, а потом оно стало в 8-м, например, 5-м и так далее. Но это не значит, что задание исчезло. Да, задания на ударение нет в ОГЭ, это языковая компетенция, это владение акцентологическими нормами, правилами постановки ударения в словах. Но мы же знаем, что это задание выплывет где? Ну, оно выплывет у нас на ЕГЭ. В ОГЭ его нет. Части речи, морфология. Дальше. Все, что связано с синтаксисом, это, конечно, 8-й класс, нахождение там основы и так далее. Это вводные слова, обобщающие члены и так далее. Это отчасти и языковая компетенция, но отчасти и в основе лежит лингвистическая компетенция. А вот мы сейчас и посмотрим, как они проявляются в… Извините. Как они себя обнаруживают в КИМ ОГЭ. Пунктуация – это понятно. С этим все понятно. Вы видите, что появляются морфологические нормы, а они появляются с 6-го класса, и дальше появятся уже грамматические нормы, там, где две причастные оборот пойдет и так далее, и так далее. Это языковая компетенция, проверка сформированности языковой компетенции. Где у нас нормы морфологические и грамматические? Да, они один к одному такие же идут. Идея причастный оборот – они идут в ЕГЭ. Если такого конкретного вида задания нет на ОГЭ, то это не значит, что это потом, как писал Чехов, если в первом акте на стене висит ружье, так вот это не значит, что это задание не выстрелит в 11-м классе. То потом в каком-то акте, там, к концу пьесы это ружье должно выстрелить. Конечно, извлечение информации из текста идет по горизонтали, по всем классам. Мы эту информацию извлекаем и работаем. А вот посмотрите, пожалуйста, в 8-м классе появилось такое интересное задание, как микротемы. И скажите, пожалуйста, и зачем оно нам? А оно нам затем? Сейчас посмотрим 8-е задание, я вам его даже прочитаю. Определите и запишите микротему там, какого-либо указывается абзаца текста. А без микротем ребенок не напишет грамотно и хорошо изложение в 9-м классе. То есть это та работа, которая очень важна при выполнении первого задания на ОГЭ. Ну, вы знаете, там три микротемы, но их же надо отразить, их надо не упустить, не потерять, их надо микротемы, а вместе с ними и абзацы расположить в нужной последовательности. Вот эта работа уже здесь себя показывает. Кстати, я бы сюда включила, к микротемам присоединила еще и план текста, потому что составление плана – это тоже, собственно говоря, шаг к микротемам. Это структурирование текста, а это работа с текстом, осмысление его. Посмотрите, очень темно-темно-зеленым или даже не пойму каким проходит десятое задание типы стилей речи, типы текста. Ну, что об этом говорить? Непосредственно задание из ЕГЭ. Просто непосредственно. Поэтому мы можем даже взять с вами такую тему. Не только ОГЭ и ЕГЭ – преемственность, но еще и включить сюда опять-таки ВПР. То есть я каждый раз подчеркиваю, коллеги, лишний раз подчеркиваю, все, что вы сейчас делаете с пятиклассниками, с семей, восьмиклассниками при подготовке к ВПР – это все очень нужная и полезная работа, потому что она не пропадет, ваш скорбный труд, ни в девятом классе, ни тем более в одиннадцатом. Дальше. Лексическое значение слова. Вот просто проходит. Да, действительно, красной нитью. Такой избитый фразеологизм, но он здесь действительно красный. Лексическое значение слова. И в седьмом, и в шестом, и в восьмом. А если мы посмотрим на саму формулировку лексическое значение, десятое задание в восьмом классе, то мы увидим с вами один к одному формулировку из ЕГЭ. В предложениях таких-то дан диапазон. Найдите слово с лексическим значением, и дается значение. Один к одному. Кроме того, по лексике еще есть ряд заданий, которые в том или ином виде, вот как раз-таки в этом задании по лексике представлено тоже в ЕГЭ, в КИМ ЕГЭ. Это может быть лексический анализ нахождения синонимов, антонимов. В пятом классе антонимы чаще всего. Это лексическое значение слова, оно повторяется. Значение фразеологизма. Разве от нас не требуется найти? Один фразеологизм, допустим, или просто выписать фразеологизм на ЕГЭ требуется. Значение там пословиц и так далее. То есть вот на этой сводной таблице запечатлены все темы, которые рассматриваются в пятом, шестом, седьмом и восьмом классах при выполнении ВПР. И вы наглядно видите, моя задача была наглядно показать, что все это проходит сквозными темами. А вот как это все выливается и во что выливается на ЕГЭ, мы сейчас посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Орфография. Орфография – это списывание текста, правильно? Потому что там, возьмем сразу и пунктуацию, там нужно вставить пропущенные буквы и расставить недостающие знаки припинания. По орфографии в каждом классе, например, в шестом, в седьмом, есть отдельные задания. Морфология, часть и речи, и там орфография как раз прячется. Я уже подробно очень не писала. Например, в седьмом классе это правописание и распознавание союзов, предлогов, то есть то, что изучается, то детям и дается. В восьмом классе это частицы, наша любимая – одно-два-н. Дальше. Пунктуация. Ну, пунктуации здесь очень много. Посмотрите, это и постановка знаков припинания при обращении в шестом классе. Опять-таки, обращение в седьмом. Дальше, что вы видите в седьмом? Вы видите простое предложение с однородными членами и сложное предложение. Ничего оно вам не напоминает. Естественно, выход непосредственно в ЕГЭ. Но я сейчас не об этом. Я о том, что с пятого по восьмой орфография и пунктуация разбита по конкретным заданиям в соответствии с тем, какая тема изучается в этом классе. Таких конкретных заданий по орфографии и пунктуации вы в ЕГЭ, в ОГЭ, простите, в ОГЭ не найдёте. Но зато, вот, ОГЭ держу. Но зато задание, посмотрите, пожалуйста, в первой части до текста. Задание пятое, орфографический анализ, где даётся пять слов, и нужно выбрать варианты ответов с верным объяснением, орфограмм, написание выделенного слова. Так вот, это задание пятое вобрало в себя абсолютно всю орфографию, все темы. Вы же знаете, орфография как таковой правил уже нет, синтаксис идёт и пунктуация в восьмом и девятом классах. Так вот, все темы, которые изучались по орфографии, вся эта языковая компетенция, сформированность конторы, мы должны теперь продемонстрировать, вся она представлена в сжатом, суперсжатом виде в пятом задании. Здесь есть всё. Например, незаметно частица не с наречием пишется и так далее. Буква мягкий знак указывает, до конца приставки пишется буква С, тогда-то, тогда-то. Вы видите, совершенно разные формулировки и совершенно разные правильные и неправильные написания. Ну, мы когда-то проводили вебинар и даже в книжечку включили очень полезную, с моей точки зрения, для ребёнка, такую сводную, проанализировали всё, что даёт ФИПИ, книжечки 36 вариантов, да, или 40 там вариантов, Ирины Петровны Цибулько, проанализировали и показали, как работать с этим пятым заданием, что там может быть, а может быть там очень много интересного, между прочим, может быть и неправильный ответ, может быть неправильно написанное слово, допустим, с ошибкой, а формулировка задания правильная. Ну, так вот, здесь мы всё это и показали. Итак, по орфографии всё это очень компактно. Это прям такая, знаете, квинтэссенция. Всё собрано в пятом задании. Если мы говорим о пунктуации, то практически вся пунктуация у нас вот здесь собралась в третьем задании, где нужно произвести пунктуационный анализ. Даются цифры на месте, необходимых знаков репинания, может, их вообще там нет. И нужно отметить те цифры, на месте которых должны стоять запятые. Поэтому, если в ВПР мы видим с вами конкретные темы, в конкретных заданиях, я сейчас показала вам, то в девятом классе они все концентрируются, соединяются в одно задание. Вряд ли ребёнок получит один балл по, допустим, пятому заданию, если будет действовать методом тыка. Наукат здесь уже вряд ли что угадаешь. Во-первых, не один ответ, а несколько. Но он бывает счастливчик. Теорию вероятности ещё никто не отменял. Но тем не менее, знаниями обладать надо. Мало того, мало знать правила, нужно ещё и иметь навык работы с тем или иным заданием, алгоритм работы, ну и, конечно, помощников. Вот такие помощники у нас и в ОГЭ, и в ЕГЭ переводятся. Можете потом сами убедиться в этом. Кстати, когда готовилась к вебинару, попалось слово, где нужно в ряду, там четырёх слов, да, где нужно расставить ударение. И попалось слово «грушевый». Понятное дело, что Е без двух точечек, как и свёкла мы пишем с буквой Е, а не Ё, это прямая подсказка. Посмотрите, ведь умный, сообразительный ребёнок, я только сообразила, когда почему-то наткнулась на это слово. Расставит совершенно верно, поставит ударение и никогда не скажет Грушовы. На букву Е ударение он не поставит. Во-первых, потому что, ну, понятное дело, буква Е, а во-вторых, потому что, если он не поставит ударение туда, если он будет знать правила написания суффиксов, имён прилагательных, и сделает правильный выбор, Грушевый, потому что под ударение мы пишем букву О, а у нас в слове написано буква Е. Итак, давайте посмотрим, уже обобщаем, мы переходим уже с вами на следующую ступень абстракции, обобщения. Очень коротко посмотрим на предметные компетенции. Три основные. Я не рассматриваю культуроведческую компетенцию, я не рассматриваю читательскую компетенцию или читательскую грамотность. Мы о ней много говорили и будем говорить, потому что мы проведём для вас вебинар, думаю, в марте или в апреле, по функциональной грамотности, которая для нас будет сосредоточена, конечно, не на финансовой, не на математической, а на читательской грамотности. Но, тем не менее, рассмотрим три компетенции, наши предметные. Языковая компетенция, ВПР и ОГЭ. Сопоставим. Языковая компетенция – это знание норм, где они проявляются. Ну, это первое задание, первый текст во всех ВПР, вы только что видели цветную таблицу. И плюс все задания по орфографии и пунктуации, плюс задания с морфологическими и грамматическими нормами, и плюс задания ударения. Я не стала всё это перечислять, вы всё это можете посмотреть в таблице или посмотреть в книжечке того класса, который вы готовите. ОГЭ. Всё это сконцентрировалось в задании 3 и в задании 5. Орфографический анализ и пунктуационный. Сейчас я вам всё это продемонстрировала наглядно. Конечно, языковая компетенция – это грамотность прежде всего. Поэтому и сочинение, и изложение, я не добавила, понятное дело, изложение, как ребёнок его напишет, как он расставит знаки припинания, правильно ли он напишет. Напишет ужасно. Большинство сочинений, кстати, изложений об этом свидетельствуют в 9 классе. Но это тоже сформированность языковой компетенции. Это нормы. Языковые нормы, которыми владеет, должен владеть человек. Это сочинение, и это, повторяю, изложение тоже сюда входит. Итак, когда мы рассматривали с вами умения учащихся и рассматривали планируемые результаты, то мы можем сказать, что здесь проявляется уровень и анализа, и синтеза. Дальше. Лингвистическая компетенция. Это как раз то, что показывает, как ребёнок выучил курс русского языка. Знает ли он, что такое подлежащее, знает ли он, что такое сказуемое и так далее. Это все виды разборов на ВПР. Вы видели, что они тоже проходят с пятого по восьмой, такой сквозной линии, но не красный. Не красный. Красный у нас лексический анализ. Это задание по лексике и фонетике. Там, где надо звуки буквы найти или значение слова, или синонимы, антонимы. Это задание по морфологии и синтаксису. И вот как раз таки лингвистическая компетенция в КИМ ОГЭ сконцентрировалась, опять-таки, так, знаете, мощно соединилась в задании втором, синтаксический анализ. Если мы посмотрим на небольшой текстик, состоящий из пяти всего предложений на ОГЭ, и посмотрим пять вариантов ответов, каждый из которых дистракторы связаны последовательно с предложением 1, 2, 3, 4, 5, то мы увидим, что здесь все по синтаксису. Абсолютно. И простое предложение, и сложное. Здесь есть все. Поэтому, как и в задании пятом, здесь невозможно решить методом просто попадания. Здесь нужно, во-первых, несколько вариантов найти, их может быть и три, это часто бывает. И нужно знать синтаксис. И вот как раз книжечка «Тематические тестирования, подготовка к ОГЭ», которая вторая на слайде была, не эта, 30 вариантов, вот как раз-таки и она имеет очень большое количество хороших заданий и упражнений по синтаксису. Кроме того, здесь я собрала самые, и представила самые типичные, часто повторяющиеся задания из сборника ФИПИ. Задания как раз-таки по синтаксическому анализу. К лингвистической компетенции на ОГЭ мы можем отнести и задание 4, когда надо синонимичным словосочетанием заменить данные. Ну и, конечно, средства выразительности и лексика. Это все лингвистика. Это все лингвистика. И мы здесь выходим на уровень анализа и синтеза и на уровень, конечно, рефлексии, уровень оценки. Ну и, наконец, третья, коммуникативная предметная компетенция. Если честно, я бы ее вообще вот так отдельно, ну, выделяют, все, да, выделяют, но, конечно, никакая лингвистическая, никакая языковая компетенция без этой коммуникативной практически невозможны. Поэтому коммуникативная, она на ВПР проверяется практически во всех заданиях, но особенно в заданиях к тексту 2, на тексте 2. Это понимание текста, это извлечение информации, это владение разными видами речевой деятельности на ОГЭ, посмотрите, пожалуйста, изложение, это умение слушать, сочинение, это умение писать, вот, это проверяется также коммуникативная компетенция практически во всех заданиях, но особенно в изложении и сочинении 9.1, 9.2, 9.3. И здесь мы выходим на самый высокий для основной школы уровень, уровень понимания, анализа, синтеза, это все было, мы выходим на уровень рефлексии, уровень оценки, и в том числе и в рамках мета-предметного содержания. 9-ти классники уже за рамки предметного выходят и должны уметь это делать. Ну, наверное, опять проблемы со звуком. Наверное, я постаралась вам показать и горизонталь, и вертикаль, и тематическую, и структурную преемственность. Структурная преемственность, вот этот слайд показывает задания ВПР, формулировки которых практически в таком же виде отражены в КИМ-ОГЭ, сходные типы заданий. Если там было какое-то обобщение, задание пятое, задание третье на ОГЭ, что-то было представлено в ином виде, на более высоком уровне, то здесь лексический анализ практически один к одному в задании восьмом. Все, что мы сейчас видели с вами в книгах ВПР. Микротемы ребенок формулировал, и это основа хорошего изложения в ОГЭ. Анализ содержания текста, но это сразу идет шестое задание после текста на ОГЭ, а анализ содержания это основная мысль и вопросы по тексту ВПР. И средства выразительности с той лишь разницей, что пять дистракторов в девятом классе, в девятый все-таки уже выросли детишки, и детям нужно указать только, допустим, выписанное ВПР какое-то словосочетание и указать, какое средство выразительности они здесь видят. Кстати, такие формулировки тоже на ОГЭ бывают. Поэтому вы видите, что структурная преемственность здесь тоже представлена достаточно четко. Итак, я попыталась сегодня, дорогие коллеги, показать вам, что у нас есть деревья отдельные ВПР, у нас есть лес. Вот давайте смотреть на эти конкретные ВПР с пятого по восьмой, как на то, что в девятом и в одиннадцатом составит единый, красивый, мощный лес, и к этому идти. Не могу не сказать, что у нас сейчас, как всегда, скидка 30 процентов действует до 19 февраля на все пособия по русскому языку и литературе. Может быть, чего-то вы сейчас пока не найдете, позаканчивались книги, но они, в общем-то, существуют, и ВПР есть, и ОГЭ есть. Имейте это в виду. Вот промокод вы потом сможете увидеть. Так, и последний слайдик там был, где адрес издательства электронный и мой. Пишите, спрашивайте, критикуйте, желайте, говорите о том, что хотите услышать, увидеть. Мы стараемся давать разные интересные темы. Вот о преемственности, я думаю, еще ни одно издательство не рассказывала ни один автор. Вот такие новинки. В прошлом году у нас был очень интересный вебинар, касающийся того, как немотивированных деток в девятом классе замотивировать для того, чтобы они хотя бы что-то написали на ОГЭ. Мы опять вернемся в недалеком будущем к выполнению первого задания, которое пока еще новое для нас всех. И для учителей первого задания на ЕГЭ мы будем рассматривать и функциональную стилистику, естественно, и работу с текстом. Это сейчас самое главное при подготовке – работа с текстом. с текстом. у нас у нас есть на Ютубе канал наш, там представлены очень многие ролики в записи, естественно. Обращайтесь туда, пишите, мы пишем для вас, а вы пишите нам. Спасибо за внимание, спасибо, что выдержали час 15 минут, думала, за час закончу, но разговорилась. Наталья Аркадьевна, это вам большая благодарность от всех слушателей за проведенную вами работу, анализ, очень всем понравилась ваша таблица сравнительная, вот вы можете видеть даже в чате благодарность. Да, Легион всегда на высоте, мы стараемся, мы стараемся не просто рассказывать, что проверяет задание 1, 2, 3, 4, как это нередко бывает, и вообще вот книжками трясти здесь, да, потрясла немножко, показала, конечно, приятно, все-таки работали, писали, но работали для вас, и поэтому всегда стараемся вооружить какими-то интересными материалами, новинками, подходами, анализ представить, понимаете, коллеги дорогие, учителя в наше время настолько тяжело живут, они завалены работой, они завалены и оглушены вот этим дистанционным образованием, что порой действительно, ну извините, еще раз повторю, за деревьями не видят леса, вот моя задача и задача издательства все-таки помочь вам увидеть, обобщить, проанализировать, но это не всегда есть силы умственные, в том числе и физические, но это не всегда есть время у вас, я это прекрасно понимаю, поэтому мы стараемся. Антония Аркадьевна, здесь есть вопросы, но сначала я вам передам пламенный привет из Дагестана, от Гюлева Алима Савировича. Спасибо. Вот, ну и тогда приступим к вопросам, первый из них был планируется ли выпуск тренировочных пособий по читательской компетенции? Планируется, но я не скажу, что он выйдет вот прям первого сентября, планируется, по читательской, да, мы уже подготовительную работу ведем, но подготовительная работа это изучить имеющиеся материалы, а их крайне мало, посмотреть, что наработано коллегами, их крайне мало, этих пособий, подобрать, вы же понимаете, что потому, наверное, и хорошо к нам относитесь, и любите нас, я смею на это надеяться, что мы стараемся не копировать книги других авторов и издательств, мы все-таки создаем свое, и поэтому хочется для пособия по читательской компетенции, читательской грамотности создать что-то полезное и интересное, мы начали об этом думать. во время проверки ВПР часто сталкиваюсь с тем фактом, что учащийся даже не приступал к выполнению некоторых заданий, абсолютно чистый бланк ответа и нет никаких записей. Печально. И таких случаев много, как относиться к этому, может быть, стоит увеличить количество времени на написание работы, пожалуйста, выразите ваше мнение. Коллеги, когда речь идет о ОГЭ, а особенно ОГЭ, всегда масса вопросов и пожеланий и просьб. Дайте больше времени. Зачем вы это включили? Мы не включаем. Мы только помогаем вам. Мы идем вслед за теми образцами, которые дает ФИОКО и дает ФИПИ. Мы разрабатываем тренировочные варианты, тренировочные. Поэтому по креативному мышлению нет. У нас все креативное. Поэтому мы ну что сказать? Вы лучше знаете, если отдельный ребенок написал, сдал чистый лист, не приступил к выполнению, понятно из какой категории ребенок. Это мы с вами прекрасно знаем, что количество детей с ЭПР и прочими отклонениями растет, неуклонно растет. Поэтому равняться на весь класс, на все классы страны, исходя из этой категории, это уже проблема школы. Я полагаю, что эти вопросы надо решать в школе, надо решать в ГАРО, в каждом конкретном ГАРО. Дальше. Педагоги, давно работающие в школах, согласятся с тем, что с каждым годом все труднее научить детей мыслить и находить нужную информацию. Современные школьники зависимы от интернета и мыслят шаблонно. Вот хотелось бы такой вебинар, на котором практически показать, как в современном обществе научить ребенка мыслить. Я работаю в классе, где уровень знаний удовлетворительный, стаж работы у меня большой, но научить детей не могу. А с каким классом вы сейчас работаете, коллега, если вы на связи? Нет? не отвечает коллега. Знаете, когда у известного педагога спросили, когда начинать воспитание ребенка, ну, что ответил он? Когда он лежит поперек кровати, то есть вот от рождения. Что сказать? Проблема общая и проблема это научить мыслить, она не решится в школе и не решаема в школе. К сожалению, есть семья, где ребенок живет семь лет до школы, к сожалению, есть семья, где ребенок продолжает жить и когда ходит в школу, и то, что он получает в семье, что закладывается в семье, и в том числе способность мыслить, к сожалению, в рамках семьи идет на убыль, утрачивается. А что может педагог? Педагог может вооружить, вот я пришла к такому выводу, вот я уже не могу научить 15-17-летнего взрослого дядю практически, да, или девушку взрослую научить мыслить, я могу вооружить только какими-то инструментами, ну, назовем их методическими, какими-то алгоритмами, применив которые к тексту, например, конкретному, ребенок сможет выполнить задание. А вот научить мыслить, ну, я думаю, если это 22-е из перспективной модели задания ведут, то, конечно, оно даст большой процент нулей. Научить мыслить очень сложно. Можно научить решать конкретные задачи, которые ставятся на ОГЭ, на ВПР, на ЕГЭ. Вот как их решить? Мы пишем в наших книгах. Читайте их, смотрите, проводим вебинары, тоже показываем, как научить, но не масштабно логически мыслить. Эта задача выходит за рамки школы, к сожалению, и берет начало в семье, и берет начало вообще в наследственности, в тех умственных способностях, которые заложили родители. Вот вопрос еще в чате. Проверки языковой грамотности. Ну, коллеги, дорогие, отдельное пособие, если вы возьмете любое наше пособие, здесь масса заданий по проверке заданий, масса заданий по проверке сформированности языковой грамотности. Хабибат Ахмедовна, спасибо, дорогая, я стараюсь поправляться, в смысле выздоравливать. Спасибо. А отдельное задание, ну, разве что по орфографии, у нас будет целый цикл пособий, посвященных орфографии. Орфографический тренинг, пятый, шестой, седьмой. Вот к новому учебному году это пособие выйдут, я думаю, даже летно. Да, языковую грамотность как раз-таки мы затрагиваем пока исключительно в орфографическом плане. А, ну да, родители сидят, конечно, конечно. Да, не читающие, да, да, поэтому мы берем и на ЕГЭ, и на ОГЭ подбираем такие тексты, которые, ну, с нашей точки зрения, может быть, с точки зрения взрослых очень людей, но которые, мы надеемся, затронут наших деточек, не читающих. Мы стараемся. Затронут душу, затронут ум, затронут, ну, сердце. Ну, как-то вот. Некоторые тексты даже, ну, мы сами плачем, когда читаем. и некоторые учителя, когда читали рецензенты, сказали, я не буду решать этот вариант, потому что я не могу этот текст, не буду говорить, какой текст, прочитать. Ну, вот такие мы стараемся подбирать, потому что именно художественная литература все-таки формирует душу, с которой тоже сейчас, как и с мозгами, большая проблема. Спасибо, коллеги, спасибо. Спасибо за высокую оценку. Я тоже хочу вам пожелать здоровья. Это очень актуально. Испытала на себе. Так что будьте здоровы. Больше нет вопросов?